Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разговариваем о вот таком вот фитарине. Даже не знаю, но, наверное, все-таки его с очень большой натяжкой можно назвать БАДом. Мы будем все-таки говорить о том, что это препарат. Относится он к так называемым сармам. Кто-то говорит, что он к ним не относится. Ну, в общем, для нас это не столь важно. Для нас важно, что сие, вот такой препарат, называется он GV0742. Вот. И, соответственно, в последующем я все-таки буду его называть также и сармам. Так что не ругайтесь на меня в комментариях. Я знаю, что сейчас это очень спорный момент с определением всех этих данных веществ. И, в первую очередь, споры в чем? Постоянно идет смена формул, потому что на территориях различных стран запрещают данные препараты, потому что их действия схожи анаболическими стероидами, но очень с натяжкой схожи. То есть, в основном, о чем идет речь, это, ну, типа влияния. То есть, когда официально мы задаем вопросы, это сильно действующие вещества, способные влиять на психику, там тот же тестостерон. Хотя, по факту, ну, мы видим больше, конечно, позитивных явлений в плане, ну, психологической активности на том же тестостероне, чем каких-то негативных. Но можно бесконечно, соответственно, рассуждать, почему то или иное вещество или даже лекарство запрещают, которое могло бы быть эффективным в случае его исследований и так далее. Для нас наиболее важно что? Это понять, как безопасно можно использовать данные вещества. В нашем случае это вот так называемый фитарин. Ввиду постоянной смены формы, также, на мой взгляд, необходимо достаточно объемное исследование. И раз уж мы сегодня с вами находимся в таком неофициальном, да, помещении, не у меня на работе, ну, выпуск тоже несколько, ну, неофициальный. Не получится, вот как обычно, я вам с ПАПМЕ додаю какие-то ссылки, что-то еще приложить. Может быть, я найду, может быть, что-то обновилось, но буквально месяц назад я еще смотрел и не находил никаких четких нормальных исследований по фитарину. Ну, это не значит, что их нет или там, что это супервредное неизученное лекарство или еще что-то. Нормальных в каком плане? То есть, где было бы подтверждено, не спорно, влияние фитарина на липидный профиль, на рост липопротеидов высокой плотности? Да, действительно. То есть, я даже опросил некоторых своих коллег, у кого был опыт, соответственно, работы с фитарином. Опросил несколько культуристов, которые принимали фитарин. И действительно, ну, они вроде как сдавали анализы и заметили позитивные изменения вот в липидном профиле, особенно культуристы, потому что культуристы у нас, как обычно, ничего не пьют, все пьют в самую последнюю очередь. Они такие, о, холестерин хороший вырос. Но это незначительные цифры. Там буквально разница меньше единицы была. Но и фитарин применялся этими людьми в течение месяца. Поэтому, как это пролонгировано, или если это курсами, как предлагается в официальной инструкции делать, это, ну, вопрос. Может быть, действительно хороший холестерин будет отрастать. Однако, я сейчас расскажу такую информацию, которая, ну, тоже не подтверждена, естественно, исследованиями, но которую я выяснил. Не скажу, что я часто работал на фитарине, но как вот по рассказам моих коллег, в какую сторону нужно копать. Значит, действительно, большая часть так называемых сармов, они опускают ЛГФСГ. И вроде как фитарин тоже должен их опускать, потому что мы говорим про андрогенные рецепторы и так далее. Но на какой процент опускать? Может быть, он, то есть, так как это все-таки, ну, не изучено, может быть, он не так выражен, этот процент. Но мои коллеги, ну, где-то на 50 процентов, замечали у мужчин, которые принимали сармы, изменения в ЛГФСГ. У женщин таким образом шло изменение, что не было сильных изменений непосредственно в ЛГФСГ, но были некоторые падения, соответственно, гормонов надпочечников. Вот. А мы вспоминаем, что, соответственно, у женщин и тестостерон, он вырабатывается надпочечниками. Вот. Поэтому, соответственно, вот, как говорится, за что купил, за то и продал. Но в дальнейшем, когда я в конце озвучу анализы непосредственно до приема, который нужно будет сдать, сейчас мы подойдем до приема сармов, да, до приема фитарина, и озвучу анализы, которые нужно сдать после приема фитарина, на всякий случай, соответственно, вдруг он меняет. Опять же, повторюсь, так как информации какой-то у меня мало, я больше упираюсь сейчас на клинический опыт своих коллег. Я не могу утверждать, что это клинически оправданно, абсолютно список всех анализов клинически оправданных, но мы здесь, как говорится, обжевшись на молоке, дуем на воду. Вот, и лучше проверить, тем более разница там будет, ну, буквально в тысячу рублей, если вы там что-то где-то сэкономите, невеликие деньги. Поэтому, соответственно, можно, ну, побольше сдать, и, конечно, ну, женщинам 100% нужно делать в слюне, на андрогены анализ, соответственно, это просто необходимо, потому что, ну, если вы упустите этот момент, ну, как бы, это будет весьма нежелательный фактор, вас может откатить после этого фитарина, вот, поэтому лучше сдавать, и, ну, соответственно, восстанавливать их, просто никаких проблем теми же БАДами, вот, в зависимости от того, что у вас просело. Может быть, не БАДами, может быть, какими-то, соответственно, небольшими там препаратами, даже там на женщин мельчайшие дозировки кламифена, вот у меня где-то здесь буквально, да, во внутренних болезнях книжка есть, там описывается там 25 миллиграмм кламифена, там несколько приемов, и иногда задирает ЛГ, ФСГ, и также и надпочечники, да, надпочечники начинают, ну, активнее работать, то есть, совершенно по-другому кламифен работает на женщин, поэтому это, наверное, отдельная тема, как делать условный ПКТ после САРМов, и необходим ли он, мы на данный момент этого не знаем на 100%, но, чтобы убедиться, необходим или нет, нужно будет сдавать вышеперечисленные анализы. И давайте я теперь озвучу, что оправдано сдать для мужчин. Такое, у меня здесь сегодня со шпаргалкой в мобильнике. Это, соответственно, нужно сдать ЛГ, ФСГ, Ну, непосредственно я бы сдал Аллат-Асат Билирубин, соответственно, и я бы сдал Гамма-ГТ, ну, на всякий пожарный, даже, наверное, дело не просто в САРМах, а вообще вот я люблю печень вот так вот, чтобы она была проверена, желательно, чтобы мой пациент, которого я наблюдаю, был с УЗИ, соответственно, брюшной полости, ну, хотя бы Аллат-Асат и Билирубин вам нужен в программе Минимум. Вот, можно также сдать щелочную фосфатазу, это достаточно объемный информативный анализ, который позволяет суть очень о многих процессах. Ну, докиньте туда общий анализ крови, ибо это наше все, да, докидывайте туда тестостерон свободный, свободный, ну, ЛГФСГ я назвал, Т3, Т4 свободный, ТТГ. Вот, каулограмму на всякий пожарный случай, вдруг реология крови у вас поменяется, вы не будете об этом знать. Соответственно, эстрадиол, пролактин, ну, естественно, естественно, потому что ибо мы всех механизмов не знаем, и, опять же, если у мужчины с низким, да, то есть многие, ой, зачем вы мне назначаете этот анализ, там, он бесполезный, я там где-то в интернете прочитал, а там какой-то там стероиды какие-то там не влияют, допустим, этот стероид на пролактин, но есть адекватная, да, то есть взгляд на целом, на скрининг, на ваш, на общий, если у вас обнаружится пролактинома, допустим, аденома гипофиза, и ваш собственный пролактин, соответственно, будет очень высокий, другие гормоны гипофиза будут достаточно высокими, то, возможно, вам вообще нельзя вот так вот баловаться ни с анаболическими стероидами, ни с какими-то препаратами, ваше лечение ожирения, диабетов будет очень щадящим, совсем другим, или мы будем рассматривать онкологическую настороженность, поэтому, соответственно, здесь все очень непросто, то есть дело не всегда в том, что вот повышают ли тринобалон пролактин или не повышают тринобалон пролактин, и вот это вот перемывание из пустого в порожье. Бывает все гораздо сложнее, потому что вы запускаете, вводя даже один препарат, целый каскад биохимических реакций. Если у вас много препаратов, вам нужно учесть огромные каскады различных биохимических реакций. Да, сармы, они не анаболические стероиды, они гораздо легче, продаются в свободном доступе все-таки в России на данный момент, и, ну, на мой взгляд, это все-таки знак того, что это не вот прям какой сложный препарат. Но, тем не менее, провериться нужно. Итак, дорогие друзья, женщинам, на мой взгляд, нужно сдавать все то же самое, все равно ЛГФСГ, все равно сдать на печень те же самые анализы. И сейчас я вам зачитаю список, прям шпаргалочку. Переживал, что что-нибудь забуду. Уже поздно у меня достаточно, сейчас ночью время. Вот. И, соответственно, я думаю, что мы на этом подытожим. 17-H прогестерон, андростандион, дикидроэпидростерон, кортизол мы сдаем утром, соответственно, и желательно утром через, ну, как проснулись, нечистие зубы, и через 15 минут, как проснулись, нечистие зубы, или через 30-15 или 30. Вот такой вот интервал. Прогестерон, тестостерон, эстрадиол. Все это свободные фракции в слюне. Вот. И для женщин это крайне важно. Если вы решили употреблять сармы. Значит, теперь, пока мы не закончили выпуск, подытожу его. Ну, то есть, возможно, у многих, кто не часто смотрит мой канал, будет вопрос, зачем потреблять сармы, да, если вы не качок. Конечно же, это лечение ожирения и последствий ожирения. Это лечение так называемого метаболического синдрома, когда у нас поднимается уровень, да, не только инсулинорезистентности, у нас поднимается уровень липопротеидов низкой плотности, и в теории сармы вроде как решают этот вопрос. Дорогие друзья, исследования будут продолжаться. Я надеюсь, что у меня появятся какие-то новые там со временем знания. Я с вами обязательно поделюсь по поводу сармов. А для тех, кто все-таки, ну, хочет попробовать, вот, вы можете, соответственно, попробовать. Я лично попробовал. Сейчас в конце еще расскажу вам о своем опыте применения сармов. Вот. Но что я вам могу сказать? Ссылочка, ссылочка внизу, в описании, как всегда. Пожалуйста, юзайте, пользуйтесь. Кому интересно. Значит, о том, о том, как я попробовал сармы. И мои впечатления. Вауэффекта нет. То есть, те, кто ждет типа эффект, как там, от сибутрамина или эффект, как от клёна бутерола или эффект какой-нибудь, как от каких-нибудь еще там эфедринов, я не знаю, такого нет. Вы вообще никак особенно не чувствуете сармы. Жиросжигание включается очень плавно, постепенно, не сразу. И оно не такое яркое все равно, даже как вот на клёну бутероли. Если у вас еще как, смотрите обязательно выпуск. Я рассказывал, что клёну бутероли это плохой жиросжигатель, потому что сначала он жгет жирно, потом у вас появляется инсулинорезистентность. Почему как? Сначала посмотрите выпуск, если вы не согласны, там под тем видео, пишите комментарии. Значит, под этим видео обсуждаем сармы. И суть какая? То есть, такого как от клёна нет эффекта, яркого, вау-эффекта. Но он заметно жгет, жгет, жгет. И вроде как вот я сдавал лепитку, лепитка действительно вроде как ну не очень плохая. Вот. Хотя, ну как бы, надо еще-еще сдавать. Я еще их поем, еще поздаю, потом может быть вам расскажу, еще информацию дам. Но пока у меня весьма положительные, соответственно, ощущения от них. Хотя бы, ну, ценен жиржигатель чем? Что он не повышает пульс, не повышает давление, да, не вызывает тошноту. Вообще никаких побочных эффектов вы не чувствуете. И это огромный плюс. Вот. Из минусов, как я уже сказал, что нужно достаточно объемный пакет анализов сдать и смотреть за ними. Но я там у себя, конечно, смотрю, но опять же, вот ЛГФСГ я никак не отслежу, потому что я вам говорил, у меня ЦИПика 250 идет, и понятно, что там ЛГФСГ, даже если он минимум 250, все равно, то есть, его не будет высоким. Вот. Значит, что еще хотел вам сказать? Ну, все, наверное, все, дорогие друзья. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки. Нас 10 тысяч, это большой праздник. Я думаю, что у меня будет какой-нибудь праздничный прямой эфир или праздничный выпуск, но скорее всего, все-таки прямой эфир. Мы с вами поболтаем, обсудим какие-нибудь приколюхи, крутые, что-нибудь еще. Короче говоря, будет интересно. Пишите мне, может быть, какие-то вопросы заранее вы напишите для прямого эфира. Нас 10 тысяч, ребят. Я фактически чувствую себя впервые, наверное, таким настоящим блогером, потому что, ну, 10 тысяч, ну, как-то для меня всегда казалось дохрена. Я там понимаю, что есть очень крутые блогеры, там по 100 тысяч людей, подписчиков. Вот. Но для меня, вот моя эта десятка, она такая, знаете, какая-то родная. Может быть, даже когда я достигну сотки, или там миллиона подписчиков, они уже в тот момент не будут, ну, то есть так чувствоваться, как эти 10 тысяч. То есть, мне было реально приятно, что вы со мной. Вот. Не знаю. а может быть, а может быть, я буду радоваться каждой тысяче, как и сейчас, там, когда вас прибавляется и безумно рад, когда вы оставляете свои положительные отзывы. Ну, мне приятно, спасибо огромное. Вот. Дорогие друзья, конечно, я вас жду всех на своих онлайн-консультациях. Также пишите, как вам домашняя обстановка, может быть, ради разнообразия почаще снимать домашние обстановки, без халата. Вот. Что еще? Дорогие друзья, пожалуйста, записывайтесь ко мне на онлайн-консультации, когда четко формируете, что вы хотите сделать, задачу. Не забывайте, что есть, соответственно, функция, когда вы оплачиваете сначала консультацию, потом выбираете свободное время, а не наоборот. Очень много мошенников было, кто просто потом пропадал, и не оплатили за консультации. Поэтому я сейчас, у меня строгое правило, если консультация оплачена, консультацией быть. Если вы консультацию не оплатили за 24 часа, ну, вы не обижайтесь, там, как бы, ну, деньги невеликие, но, опять же, мне тоже кушать на что-то надо. Опять же, видите, я ночами снимаю для вас, соответственно, видеоблоги и прочее. Ну, естественно, это должно, как-то мой труд, я считаю, тоже должен как-то оккупаться и эти бесконечные учеба моя. Вот. Поэтому, ну, дорогие друзья, записывайтесь, записывайтесь, помните о правилах записи. Вот. Значит, что еще? Я, конечно же, желаю вам большого на здоровье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!